С приветом, Набутов. Нет, я официально, потому что немножко похолодало, на самом деле. А, в этом смысле? Да, немножко похолодало. Ничего личного. Новости, как посмотришь, так похолодало уже стужа, стужа. Это еще, подождите, снизу еще не стучат. А, серьезно? Да. Ну, хорошо. Итак, друзья. Настоящий Дед Мороз еще постучит. Твой американского президента имеете в виду? Да посмотрим еще. Мы про него, кстати, сегодня поговорим. Они стали теперь с Конгрессом уже на перегонки придумывать санкции. Ну, конечно, естественно. Да теперь кто быстрее нас загасит? Да. Молодцы. Итак, как всегда, обзор главных общественно-политических событий недели. Два основных. Господин Золотов и любители салсберецкой архитектуры. Ну, давайте, так сказать, по соответствии с хронологией. Понедельник. Значит, понедельник, естественно, подводились итоги разнообразных выборов внутри страны и количества задержанных на несанкционированных митингах. Почти во всех регионах победили кандидаты от Единой России, хотя есть и исключения. Так, по данным, на 10 число Единоросс проиграл на выборах мэра Якутска. В ЗАГС собраниях Ульяновская и Иркутская области, а также Хакасии, коммунистов будет больше, чем представители партии власти, чем в Ульяновской области почти в два раза больше. Второй тур предстоит на выборах глав Владимирской и губернатора Хабаровского края. В двух самых интересных регионах этой выборной кампании без сюрпризов Андрей Воробьев под Москвой набрал 62% голосов на фоне мусорных скандалов, кстати говоря, которые весь год и прошлый год бушуют. Сергей Собянин в Москве чуть более 70%, в Кемерово у Единоросса Сергея Цивилева, который был ИО после отставки Тулеева, 81% с небольшим процентом. Насколько я понимаю, очень плохо выступила либерально-демократическая партия, почему председатель ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отставки Эллы Панфиловой, ну а сам Жириновский получил по башке, я напоминаю, во время выхода в народ, во время санкционирования. Но сначала врезал кому-то, потом пришел по башке. Ну да, там такая заварушка, заварушка, да. Ну что скажете, многие заговорили, что Единая Россия начинает терять свои позиции на фоне очевидно ухудшающегося качества жизни соотечественников и так далее. Ну это достаточно очевидно, тем более, что начал, потерял несколько пунктов рейтинга, по-прежнему он у него высокий, но тем не менее такой высокий, как был президент Путин, а Единая Россия ведь партия Путина, по сути, не важно, что ее возглавляет Медведев, для всех это партия Путина, это партия власти, а власть это Путин. А партия, которая вообще ни с чем не ассоциируется и ни с кем, кроме Путина. Вот спроси, за что Единая Россия, никто не скажет. Она за Путина. Если сегодня Путин скажет, что небо голубое, они повторят. Скажут, что небо сегодня черное, они тоже повторят. Они просто повторяют то, что говорит Путин. В этом их сила, в этом их слабость, потому что они полностью зависят от него, а он не хочет, кстати, полностью зависеть от них. Ну вот, кстати, по поводу того, что в общественном понимании Единая Россия и партия Путина, я бы здесь поспорил, потому что у нас же очень популярна точка зрения, что бояре плохие, там, премьер-министр плохой, а царь-батюшка, он ничего не знал, вообще он только... Я согласен, но у нас бояре ассоциируются с правительством. Партии у нас вообще никто не понимает, что это такое, и зачем они нужны. Бояре — это правительство. Вот правительство, губернаторы часто, там мэры, то есть те, кто ниже Путина, исполнительная власть, это бояре. А партия — это вообще такое облако в штанах. Никто не знает, что это такое. Вроде бы как путинская там некая партия. Что это такое, зачем она? Поэтому пока Путин в зените, у «Единой России» будут дела, конечно, всегда хуже, чем у Путина, разумеется. У нас страна саристская. Но, тем не менее, достаточно неплохи. Если он снижается, то и они снижаются, конечно, быстрее, чем он, разумеется. Быстрее, чем он. Я думаю, что у них сейчас ситуация достаточно критическая, потому что она вообще сейчас критическая у имиджа власти, я бы так сказал. Потому что чем больше повестка дня становится внутриполитической, и внутриэкономической, социальной, тем хуже рейтинговые дела у власти. И у лидеров власти, и у партии власти, и у кого угодно. Поэтому, конечно, главная задача, и она остается, главная задача власти — перевести повестку во вне страны. Внешнеполитическую. Во вне страны. Что, в общем, и стараются делать. Комментируйте любые наши новости. Плюс 7903-7976-333. Это смс, он же номер в WhatsApp. Что пишет? Воробьев, голосовавший в Барвихе, провально проиграл Барвихе на всех участках. Потому что там хорошая и народная оппозиция. Алекс из Москвы. Ну, вообще, я должен сказать, что, добавить еще к сказанному, тоже некоторую банальность, его никто не отменял. Конечно, главный приобретатель от снижения партии власти — это коммунист. Нет, несомненно. Ну, да, у них. Никакие, конечно, не либералы, никакие никто. Если будет кто-то еще, кто подопрет плечом Жириновского, сомневаюсь. Это чисто вождистская партия. Коммунисты сильны тем, что они не вождистская партия. Там не в Зюганове дело. Зюганов там давно уже пожилой и никогда не был харизматиком. И тем не менее. Они сильны именно своей идеологией, которая ассоциируется с Советским Союзом. А либерал-демократы, они так называемые, которые не имеют отношения к либералам и демократам, естественно, но просто так называются, они сильны талантами, яркостью своего вождя. И поскольку вождь стареет... Стремительно причем. Ну, да, то, естественно, и партия начинает блякнуть. Это их проблема. Хотя, в принципе, когда он ярок, то он один может поколотить всю КПРФ. Но сейчас уже эта яркость уходит. А сколько ему лет? Да фигу, знаю. За 70? Под 70 лет. Да, по-моему, за 70. Может, можно... Надо посмотреть, что под... Ну, они все уже... Ну, да. Кремлевские старцы. Ну, конечно. Конечно. Когда-то был рыжий, вихрастый, азартный, но это все уже... Маман давно в могиле лежал. Николай, Гасим, я прошу вас. Не я сказал. Классики сказали. А у меня, заканчивая историю с выборами, хотя есть еще одна любопытная информация, я хотел спросить следующее. Очень низкая явка. Вот главная проблема. Ну, естественно, низкая. При большой пиар-поддержке, очень низкая явка, значительно меньше 30% в среднем по выбору. В Москве чуть-чуть больше, как и в Московской области, но в целом меньше 30%. Это что, апатия уже начинается такая? Это низкая явка может быть связана с несколькими факторами. Ну, как правило, с двумя основными. Один фактор — это общая удовлетворенность ситуации, когда не хочется ничего менять, и все вроде нормально, и нечего идти на выборы. Это не наш случай. Наш случай другой. Абсолютное неверие в то, что выборы могут на что-то повлиять. Да, да. Прежде всего, это касается выборов именно не первого лица, потому что, я повторяю, у нас царята выбирают от души. Душой, душой. От души. Царь — это царь, от него все зависит, все. Вот. Другой вопрос, насколько это ответственные выборы, но они душевные, да. А все остальное вообще не имеет никакого значения. Люди не понимают, кто эти потерпевшие вообще, что это за дума такая, что она решает, что это за... Здесь же не столько про думы, речь идет о региональных выборах, близких людей. Все равно все понимают, что кого назначит царь, тот и будет. И мы ни на что не можем повлиять. Поэтому царя выбрать — это дело святое, а все остальные не имеют никакого значения. И веры в них нет. И веры в свой собственный выбор нет. Поэтому и потом ситуация у нас, когда идет верх настроение, люди более активны. Когда оно такое осеннее во всех смыслах, когда оно идет вниз, то люди апатичны. Это еще такой есть психологический синдром. Социопсихология. Да, да, тоже вполне понятно. Ну, кстати, наши слушатели пишут, что, например, в Великом Новгороде партия власти уступила коммунистам. Цвет настроения красный. Это такая песенка есть. Естественно, потому что, когда речь идет о том, что у нас увеличивается количество миллиардеров, народ беднеет против пенсий, а при Советском Союзе были пенсии, ну, это объективно, это льет воду на мельницу коммунистов. Они могут при этом сидеть и ковырять в носок, вообще ничего не делать. А все равно ветер дует в их паруса. Есть сообщение, которое я не могу прочесть, это Ефрема. Ну, Ефрем, я скажу вам честно, что я с вами полностью согласен. Полностью. Это так, между собой, извините. Заканчивая историю про выборы, еще одна информация из понедельника. Американский боец смешных единоборств, Джефф Монсон, получивший российское гражданство и заявивший, что у него русская душа, стал депутатом городского совета, подмосковного Красногорск. Yes. Пресс-служба Единой России, которая выдвинула спортсмена на выборы, изданию рассказали, что он заявил о намерении стать депутатом в начале июня, а российский паспорт получил 12 июня. У спортсмена также есть паспорт Луганской народной републик и звание почетного гражданина Абхазия. В июне Монсон заявил, что начал процедуру отказа от американского гражданства, однако официального подтверждения от властей США пока не поступало. То есть он на данный момент, судя по всему, гражданин четырех стран. Двух непризнанных, это Абхазия и Луганщина, России, и, судя по всему, еще Соединенных Штатов. Я напоминаю, что в конце июля юрист Юрий Сидоров обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию России и Генпрокуратуру с требованием регистрировать Монсона на выборах, поскольку у него два гражданства. И это противоречит законодательству. В территориальной комиссии Красногорска ответили, что у спортивно отсутствуют документы, свидетельствующие о наличии гражданства стран, за исключением российского. То есть мы спросили у Монсона, он их не показал. Да, у меня нет. Вы работаете в ГРУ? Нет, не работаете. Именно, именно. Вот это просто. Вы убивали старушку? Нет, не убивал. Все, вопросов нет. Чис, человек рассказал, нет, нет паспорта. Конечно. Так, давайте... Нет, ну это все... Вы в цирке были, да? Коней видели? Да я уже давно в цирке. Зачем? Коней видели там? Вот тот самый случай. Значит, ну, я думаю, что сам Монсон, на самом деле, мы его, наверное, с вами, как любители, так сказать, спорта, с разной степенью вовлеченности в него, мы видели не раз. Он действительно очень высокого класса был. Был. Был борец-единоборщик, так сказать, боец и так далее. Да, так называемых без правил, хотя там правила есть, и достаточно четкие. Миксфайтом назовем это. Вот. Но... И произвели впечатление искреннего человека. Он такой левак. Искренний левак, совершенно красный весь, просто изнутри, как помидор. Совершенно красный. В этом смысле он, конечно, любит, искренне, я думаю, любит нас, любит Советский Союз, с которым он нас путает до сих пор, вероятно. Тоже абсолютно искренне. Он такой хороший парень, на самом деле, который имеет, конечно, о России такое же представление, как два человека, которых мы сегодня с вами, вероятно, обсудим о средневековой архитектуре. Вот примерно такое же представление имеет в нашей стране о нашем русском языке, которого он вроде бы начал изучать, как я понимаю. Но он не говорит. Начал изучать. Ну, райский федеральский сейчас вообще в интернете везде. Как он будет представлять, конечно. Но при этом представлять, вот я сам себя, пожалуй, что перебью и поправлю, представлять интересы своих избирателей он может, потому что у него будут достаточно серьезные лоббистские возможности. К нему будут прислушиваться. Вот он придет, как вы говорите, да? Он придет и будет защищать их интересы, и будет их защищать. А вот представляете себе? Он искренне будет... Я думаю, что он человек чистый. Я думаю, что он не будет брать взяток. Но он же американец внутри. Он же американец, да. И он будет искренне, вот со всей своей твердолобой американской прямотой и верой в то, что он делает благое дело, и что все на чистом сливочном масле, вот как слышится, так и пишется, он будет искренне защищать их интересы. Поэтому, с одной стороны, конечно, цирк абсолютный. Этот человек, не знающий России совершенно, для него как луна, не знающий ничего здесь, не знающий языка, не знающий людей, быта, ничего не знающий, тем не менее, может быть, он будет лучше, чем какой-нибудь ворюга, прекрасно знающий русский язык. Я помню, как заканчивали здесь истинные кристальные коммунисты Испании, например, Европы, которые по линии Коминтерна сюда приезжали. Помните в 20-е, 30-е годы? Ну, особенно после Испанской войны. Это в 30-е годы. После Испанской войны. Вот они приезжали. Где они все закончили со своей прямотой? Нет, но они все закончили на кладбище. Понятно, где в свое время, да. Сейчас все-таки несколько более вегетарианская ситуация. Я думаю, что его никто не тронет пальцем. Но он не Депардье, он не циник, которого интересуют просто чистые бабки и все. Нет, он достаточно, на мой взгляд, искренний человек. Но, конечно, тем не менее, это цирк, разумеется. Слушательница Света довольно смешно написала у Виктора красивый английский. Yes, yes. Thank you. Yes. С несколько, я бы сказал, местечковыми немножко интонациями, как мне показалось, нужно работать. Анализского и Нижегородского. Okay. So, let's continue. Bon, n'y va. Стоило бы. Вот, я вот перешел на французский. А французский лучше. А французский лучше, кстати. Так, вторник. Николай Икатыч, вторник, прекрасный день. Да любой день у нас прекрасен. В нашей жизни. Потому что именно во вторник появился знаменитый вызов на дуэль генерала Золотова, который вызвал сидящего, то есть кого он и посадил. Собственно говоря, Алексея Навального на дуэль, пообещал сделать сочную отбивную. Да, да, да. Ты говорил Атос Д'Артаньяну, я вам уши на ходу отрежу. Хорошо. Вот, вот. Будем ли мы ставить аудиофраги? Не будем. Я думаю, что это все уже посмотрели. Все это уже, правильно? Значит, Навальный нажимал сволочью из американской пробирки, который ни разу не получал по печени за свои грязные наветы и ложек левоту. Генерал Золотов, кадровый офицер разведки в свое время. Да, он же оттуда начинал. Я напоминаю, у него там такая... Я не уверен, что он был разведки. Он был ФСО. А, ФСБ. Ну, КГБ, КГБ. Он был КГБшником. Он был личником у Собчака. Потом он был личником у какого-то крупного авторитета питерского. Он был до... Да, есть масса фотографий. Он был действительно охранником одного из главных питерских бандитов. Да, а потом он был личником у... Он был... Кстати, он был у Бориса Николаевича Ельцина. Есть знаменитая фотография, где он... Где Борис Николаевич на броневике в августе 91-го года. И там рядом есть Золотов. Да, это правда. Вот. А потом он был личником у Путина. Да. И единственное, чем он практически не занимался, это бизнесом. У него какая-то есть маленькая крошечная кусочек карьеры, когда он что-то где-то как бы работает. А, видимо, какая-то охранная структура. Ну, может быть, да. Но при этом, значит, фонд по борьбе с коррупцией показал дом, в котором живет Золотов в поселке Барвиха. Да? Там огромное поместье. Поместь его, его сына, его зятя. Там огромные участки. Это все миллиарды рублей стоит. Он дает, так сказать, вызывает на дуэль Навального, что, мне кажется, особый цинизм в часах. Чуть не за полтора миллиона рублей. Нет, тут много, я бы сказал, элементов таких, мягко говоря, странных. Один из них связан с тем, что Навальный сидит. Да, сейчас вы дадите всю оценку. Я просто коротко, быстренько. Дополнительные вводные. Вокруг чего сыр-бор. Тезисно. 23 августа ФБК опубликовал новое расследование, связанное с премьер-министром Медведевым и его окружением. Фонд выяснил, что в конце 1917 года глава правительства распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии. Малоизвестный крымский мясокомбинат «Дружба народов». После чего закупочные цены на продукты для Росгвардии выросли в 2-3 раза, а качество их ухудшилось. Мясокомбинат ранее принадлежал украинскому олигарху Юрию Косяку. А теперь его собственником числится Борис Кантемиров, бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых и была создана Росгвардия. То есть в прошлом Кантемиров, непосредственный подчиненный Золотова, руководитель Росгвардии, поясняется в расследовании. У нас сложилось впечатление, что минициарам вообще всей этой схемы, замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат «Дружба народов» по завышенным ценам, является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения отметили в расследовании ФБК. Там все абсолютно разложено четко по публичным данным, ничего не надо выдумывать. Что Золотов ответил, после чего он не ответил ничего, он нахамил и вызвал на дуэль... Не вполне, он там, у него есть в этом монологе, который, наверное, многие слушатели читали или слушали, там есть элементы оправдания. Он там говорит о том, что да, есть даже какая-то коррупция, мы с этим боремся. Более того, нет-нет-нет, это отдельная часть, и вот в новом уже вчера появилось новое продолжение расследования ФБК. Как раз там очень четко на этом сфокусирована история. Что говорит Золотов? Он говорит, что да, у нас какая-то коррупция есть, и мы с ней боремся, а сок за 40 рублей, это вообще какой-то суррогат и так далее. Я понимаю, что в расследовании сказано, что вы закупали сок за 40 рублей, а нынешний вы закупаете по 87, то есть в два с лишним раза больше, не прошло и года. Российский сок в России произведенный одно... В чем причина? То есть он говорит, что, видимо, 87 рублей это нормальная цена для сока, а 40 рублей ненормальная за баночку там с соломинкой. Что фонд ФБК показывает? Что, во-первых, это абсолютно одинаковый, один ГОСТ, там все, вот по данным закупочным прошлого года, где по 40 рублей и нынешнего по 87, все условия тендера, они идентичны. Там какие-то все, все, что должно быть, все цифры там вот этого ГОСТа, там того, сего, пятого, десятого продукта. Это раз. И, во-вторых, разумное предположение, если вы считаете, если вы в прямую, господин Золотов, говорите о том, что если сок закупался по 40 рублей, то это все суррогат, и все это абсолютная коррупция, и такой сок нельзя, а правильно вот по 87, то тогда вопрос следующий. А что же вы закупали вот в прошлом году, в позапрошлом и так далее? Ведь там вот все стоят подписи всех ваших заместителей под закупочной ценой этого сока. Получается, что сейчас надо открывать проверку и сажать всех ваших заместителей, главного бухгалтера, чьи подписи в тендерной документации как бы, ну, она там без тендера, там один поставщик. Совершенно верно. Вот это, все это... То есть вообще все это... Все эту повестку, значит, в своем обращении Виктор Васильевич Золотов откладывает в сторону и переводит ситуацию на уровень как бы вот такой вот мужской разборки. А пойдем, выйдем. И здесь дальше, что, конечно, самое забавное во всем... А, и в фуражке сидит в кабинете. Сидит в фуражке в тельняшке со всеми пирогами. Значит, и дальше начинается уже разбор полетов, потому что, во-первых, он обращается к сидящему человеку, который сейчас не может ему никак ответить. И как очень, кстати, сильно, достойно, жестко ответила Юлия Навальевна... У меня есть текст, я хотел бы прочесть его. Да, очень, с чем я, собственно, даже... Я вообще с огромным уважением отношусь к этой даме. Вот, я ее поздравляю с этим, потому что она очень достойно здесь парировала это все. Вот, поскольку муж не может сейчас этого сделать физически, он даже не читал. И сама... сам текст, конечно, это такое-такое смешение представлений о лексике благородного прошедшего времени, такой дворянско-офицерской, с блатником, что я просто задаюсь вопросом, а кто это писал? Может быть, от души? На самом деле, это ключевой вопрос. Реакция Золотова понятна. Если не можешь ответить по существу, ведь ничего по существу не прозвучало. Переводи, переводи на пафос. Переводи на пафос и атакуй, агрессивно атакуй. На мужской пафос, да. Ах, как ты смеешь? При том, что это еще, к тому же, вызов на дуэль здесь странен, потому что... Ну, дуэль такая... Офицер не имеет права гражданского вызывать. Офицер не вызывает гражданского. В том, несмотря на то, что он, конечно, старше Навального, но он профессионал. Он всю жизнь в СО провел. Он дзюдоист. Он, предполагать, не выходил из спортзала. А об Алексея Навального я ничего не слышал применительно к единоборствам, так сказать. Ну, там и не сказано, что дуэль должна быть на татаме. Это может быть на татаме, на римде, на римде. Он может сказать себе что угодно. Нет, нет, извините. Он все время, он говорит, что он из него сделает отбивную котлету. Кроме того, там есть такие совершенно, как бы сказать, из зоны, в общем... Ну, я имею в виду, что сам-то он не сидел, но у нас очень много... Большая часть нашей культуры связана с криминалом. И лексической культурой, в частности. Там вытру ноги, переступлю... Перед тем, как переступить, да, через вас я вытру ноги. Ты ответку не получил. Да, ответку не получил. Самое замечательное сочетание это, как там, про сатисфакцию, это если будешь съезжать с сатисфакцией. Да, да, да. Если будешь съезжать с сатисфакцией, вот это, конечно, это такая эклектика замечательная. Но это может быть, будьте здоровы, это может быть воспринято, конечно, как угроза, несомненно. Более того, кстати говоря, Любовь Соболь, это юрист Фонда борьбы с коррупцией, у нас в прямом эфире подтвердила, как человек профессиональный. Она сказала, что да, с точки зрения закона, вот эти вот слова Золотова можно квалифицировать абсолютно как угрозу физической расправы. Значит, вопрос следующий. Кроме того, там у него есть такая формула, что там что-то я такое сделаю, что тебе стыдно будет. Там есть такие формулы, которые воспринимаются как намек, могут быть восприняты вполне, как намек на, так сказать, изнасилование. В тексте Виктора Васильевича Золотова. Намек на угрозу изнасилования. То есть такую мужскую расправу, я бы так сказал. Вы имеете в виду реплику, перед тем, как переступить через вас, я устрою шоу для всего личного состава. Совершенно верно, совершенно верно. Такое шоу, что вам стыдно будет. Вот это тоже, как мне объяснили, я феней не владею. Понятно, понятно, я понял. Но здесь это воспринимается знающими людьми как вполне четкий намек. Дворянина с подворотними, мне нравится. Название для книжки даже. Кроме того, есть еще один момент, если мы отвлекаемся от филологии. Все эти драки, угрозы драками, даже если там представить себе невозможность, что они выйдут и дадут друг другу вторец. Так сказать, это же не отменяет обвинений Навального в коррупции. Абсолютно. И кроме того, если бы это произошло, то это бы было уголовное деяние с обоих сторон. Да, если они на ринге, они могут подписать там, ладно, это можно обставить. Давайте, мне кажется, не будем сбиваться, вот чем все занимаются, на сам факт вызова дуэли, внесения в Госдуму дуэльного кодекса. Это все отвлечение внимания от главного. Прямое обвинение в коррупции на главы Росгвардии, генерала, причем чудовищных размеров. Прямое, под которым сотни тысяч людей. Это структура, 300 тысяч человек. Значит, он не то, что не отвечает по существу, более того, он как глава правоохранительной структуры обязан первым делом предложить рассмотреть дело в суде. Дело о клевете. Совершенно верно. Тут больше всего остального, это все вообще не надо обсуждать. Абсолютно согласен. Значит, если он считает, что это клевета, он имеет право так считать. Он так и считает. Тогда в суд. В суд тут же. С открытым расследованием дела, пожалуйста, докажи в суде, что цифры специфицированы. Как мне представляется, вот сама эта реакция, если действительно уже перевести, вы совершенно правы, нужно перевести, это, кстати, с уровня анализа лексического на другой. Вот адрес этого обращения, конечно, адрес не Навальный. Я думаю, что адрес, это как раз бойцы Росгвардии. Потому что многие из них почитали обвинение Навального. На многих из них это провело впечатление, потому что это касается их лично, их семей. Я думаю, что это обращение к ним, на самом деле. И посмотрели на то, где живет их начальник. Знаете, дорогие коллеги. Я думаю, что все-то догадываются, но когда ты это видишь... Я хочу вам сказать, что вот ровно в день, когда было опубликовано обращение господина Золотова, еду я в электричке и слушаю, о чем говорит народ. Сидят два офицера и обсуждают это обращение. И между собой, на вопрос, зачем это надо было делать, один из них, Николай Карлович, повторяет ровно ваши слова, что это обращение было сделано для личного состава. Вот, 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 именно. Что вот я, батяня ваш комбат. Да, да, да. Вот, я у вас копейки не отниму, а наоборот за вас глотку перерыву всяким этим клеветникам. То есть уход от сути вопроса на вот такой псевдомужской пафос. Мы сейчас делаем легкую паузу, друзья. Николай Карлович Сванинцев в студии «Серебряного дождя». И для ваших вопросов работает смс-портал WhatsApp на плюс семь девятьсот три семь девятьсот три семь шесть три три три. С приветом, Набутов. Да, ребят, мы, конечно, живем в государстве, где абсолютно происходит тотальная подмена тезиса. То есть обвиняют в одном, отвечаешь про другое. Да, тебя обвиняют в коррупции, ты глава главной правоохранительной структуры страны, в общем-то, вызываешь человека, обещаешь человеку дать в морду, вызываешь его на татаме. Да, 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 спрашиваю, сколько времени, он отвечает, спасибо, я уже пообедал. Спасибо, я уже поел. Что пишет, вот, есть вопрос к Золотову, если Навальный докажет коррупцию, я надеюсь, что будет судебный процесс открытый по этому поводу, конечно, по этим госзакупкам, посмотрим, что скажет прокуратура и Следственный комитет сейчас, то, как настоящий дворянский офицер, господин Золотов обязан застрелиться. Ведь прав, Александр, по кодексу чести? Не будем никого призывать к суициду. Нет, я никого не призываю. Мы против суицидов. Я бы сказал, что если будет суд, вот это будет правильно. Потому что в таких случаях все и выяснится. Кто виноват, кто прав. Свободное прение сторон. Свободное прение сторон. И тут генерал сможет спокойно доказать свою невиновность. Как и доказать источник происхождения денег, его поместья, его, его детей. В таких случаях суд должен. Не выдумано это искусственное, взятое из седой древности. И никогда, конечно, нет шансов, что она вернется в наш быт и в наш обиход дуэль. Которая уже и во Франции в 17 веке была запрещена, как известно. И в России за это ссылали, как известно. Все стрелялись, но за это ссылали. Так, теперь заканчивая эту историю, самый главный момент заключается в следующем. С этими все играшками все понятно. Вопрос следующий. Золотов неоднократно произвел фамилию Навальный, которая запрещена к произнесению всеми. Неоднократно. Он привлек колоссальное дополнительное внимание ко всей этой истории, про которую большая часть страны не знала про все эти расследования Навального. Теперь все посмотрят, в том числе и сотрудники Росгвардии. В том числе и как и где живет их начальник. Хотя многие догадываются. Это разные вещи. Теперь они увидят. Правильно я понимаю ситуацию? Правильно. Конечно, вообще сам факт. Это первое, кстати, что приходило в голову. Сам факт вот такого ответа, открытого, грамотный, неграмотный, правильный, неважно. Вот такого открытого ответа Золотова Навальному, с упоминанием его по фамилии, с оскорблениями пусть. Оскорбление в ответ на оскорбление. Это, конечно, огромная раскрутка Навального, несомненно. Потому что Золотов, помимо всего и прежде всего прочего, он генерал армии. И он руководитель крупнейшей военной структуры в стране, сопоставимой с Министерством обороны. Почему это вообще... Мы уже с вами об этом говорили. Я абсолютно убежден в том, могу ошибаться, но это мое мнение, что он не спрашивал разрешения на этот ответ. Потому что это разрешение было бы им вряд ли получено. Разрешение он мог спросить только у одного человека. У первого лица в государстве. Первое лицо в государстве, как известно, фамилию Навального не произносит. И никому, судя по всему, не рекомендует. А Золотов произнес. Золотов самим фактом вот этого вот как бы вызова на дуэль, да, своеобразного, он поставил Навального на одну ступеньку с собой. А он один из первых вельмож в государстве. Конечно, я не думаю, что ему сказали, знаешь что, давай-ка действуй так. Думаю, это на свой страх и риск. Думаю, что это азарт. Думаю, что это действительно опасение, что в его системе, в его институте, вот в Росгвардии, сейчас поднимется очень большой такой, пусть негласный, но шум, который нежелательный для него. Я думаю, что это его возбудило вот на такой ответ. Ну и, конечно, интернет повально бросает вызовы Золотову. Кто предлагает сразиться? Пловцы. Пловец жестко, он и по политике выскочил. Молодец парень, не побоялся. Ну там и в крестике нолики, и в кулинарные поединки, с шахматной доской. У нас вчера в эфире был человек, который предложил дуэль на горохе. Дуэль на горохе, да-да-да. Есть замечательные ролики, там все предложения суммированы. Когда мы уже перейдем к главному? Так, быстро, во вторник. Вторая главная новость, конечно, нашего Шапито, нашей жизни, прошедшей недели, это любители Солсберийского монастыря. Солсберецкого. Солсберецкого. Я настаиваю. Не монастыря, только собора. Собора, собора. Перед этим, во вторник, что еще любопытно, кроме Золотова появился большой материал в британском таблоиде Дели Экспресс. К нему надо относиться с определенной долей скепсиса. Газета такая, немножко желтоватая. Тем не менее, она публикует новый поворот в деле Скрипалей, по данным издания, который ссылается на источник в английской разведке, в МИ-6. Агенты ГРУ лишили своей легенды и были опознаны с помощью недавно завербованного российского агента, работавшего в Риме под прикреплением ДИП-службы. Как пишет Дели Экспресс. Кличка Аполлон. Да, хотя этот российский дипломат состоял на службе, по сути. На самом деле, его работой был сбор различных секретных данных по деятельности НАТО в Италии. Как-то в разговоре с агентом МИ-6, который выдавал себя за торговца произведением искусства, Аполлон заявил, что хотел бы эмигрировать, так как уже не осталось надежды, что президент России Владимир Путин пойдет на разрешение затяжного конфликта с Западом. Кажется, Аполлон хотел бы эмигрировать. Да, да. Так вот, когда произошла химическая атака в Солсбуре, Аполлону, обладавшему ценной информацией, был дан зеленый свет, и в начале апреля его вывезли в Великобританию, и там, по данным таблоида, Аполлон дал исчерпывающую информацию по широкому спектру конфиденциальной информации о действующей европейской шпионской сети Москвы. В том числе, опознал этих ребят. Ну, здесь комментировать-то нечего, собственно говоря. Надо просто ждать подтверждения или опровержения. Мы можем даже увидеть этого Аполлона, вполне возможно, не исключено. Очень может быть. Но ясно, что, конечно, там работа проведена огромной британскими спецслужбами, причем это не только Скотланд-Ярд. Это совершенно очевидно. Это вопрос уже поднят давно на уровень проблемы национальной безопасности Великобритании. Этим занимаются все английские спецслужбы. Да, тем более погибли. И уголовные, и разведывательные, и какие угодно. И, конечно, работают они, надо сказать, скрупулезно. Ну, тем более пострадали же не только Скрипали, там же женщина умерла. Там умерла женщина, там пострадал полицейский, там... Все серьезно. Ну, и на фоне этого наш ответ, наконец-то, спустя 10... Вообще, они озверели. Озверели, озверели. Англичане озверели. Надо отдавать себе в этом отчет. Поэтому они здесь будут работать не за страх, а за совесть. Просто скрипя зубами, играя желвоками. Так, Роман из Перми. Сообщение, возвращаясь с Золотова, короткое. Имеет право на жизнь. Золотов, конечно, подставился. Теперь Путин его может слить и рейтинг себе поднять. Сталин тоже всех своих соратников сожрал. Роман из Перми. Мой прогноз, никто не подставился, никого Путин не будет сливать. Это его верный человек. И одного такого эмоционального выплеска недостаточно для того, чтобы он слил золото. Я думаю, что это будет микшироваться. Но карьера его может пойти... Сейчас может закончить. Ну, она уже и так, в общем, не оставляет желать лучшего, я бы сказал. Карьера-то, дай бог, каждому. Вот. Нет, ну, публично золото упороть никто не будет точно. И поэтому и не будет судебного процесса по обвинениям Навального. Потому что это удар по всей системе. Никто его не тронет. Итак, приезжаем. Похвалить, я думаю, уже не похвалили. Но никто не тронет. Итак, переезжаем в среду. Еще раз. Что любопытное. Ну, конечно, в среду главный редактор МИА России сегодня. Телеканал RT, Маргарита Сиванян. Телеканал, который за государственные деньги транслирует государственную позицию вовне. На международной арене. Туда, в Америке, в Европе. Я напоминаю, его здесь практически нигде не видно. Может только смотреть в интернете. Или где-то у кого-то, может быть, в кабеле он есть. Или в спутнике. Но, тем не менее, канал явно не адресован на послание. И точка, как бы, места его распространения. Ну, канал-то не адресован, но интервью-то было адресовано. Туда. Не только туда, но сразу же было, соответствующим образом, распространено внутри нашей страны. Ну, да. На всех телеканалах, во всех СМИ, везде. Разумеется. Ну, просто я к тому, что довольно странный канал для коммуникации, для выбора со стороны господина Баширова и господина Петрова. Я думаю, что если исходить из того, что этот выбор был им рекомендован, то, потому что, естественно, вряд ли это их собственный выбор, то это было связано просто еще с уровнем профессиональным самой Марго Симоньян, который очень высок, на самом деле. Ее профессиональный уровень, она умный человек. Да. Опытный журналист. И в данном случае, чтобы мы сейчас с вами не говорили о самом интервью и об этих двух господах, а, в общем, много чего можно о них сказать и скажем, наверное. Но Марго Симоньян, она дистанцировалась от них очень грамотно. Она дистанцировалась потом. Они ко мне пришли, я им задавала вопросы, я не их адвокат. Да-да, я не знаю. Правильно, она устранилась. Я тоже отметил, я не буду оценивать правду. Они хомосексуалисты, они торговцы, они любители, они старины. Это меня не касается. Или КГБшники. Это меня не касается. Они потели и нервничали. КГБшники, грушники или ЦРУшники, там она сказала, это меня не касается. Я не знаю, верить или нет, это ваше дело. Они потели, но тем самым хотелось сказать, что они простые люди, которые оказались в необычной для себя ситуации интервью. И это оправдывает их волнение, их потение там и так далее. Так вот, что еще любопытно. По словам мужчин, для тех, кто не видел, мы должны обязательно сказать. Я думаю, что видели. С Солсбери они приехали исключительно со знакомительными целями. Друзья нам давно уже советовали посетить прекрасный город, сказал Петров. Не пересказывай, давай послушаем, у нас есть этот звуковой фрагмент. Там есть знаменитый собор, Солсбериевский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123 метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. Мы приехали в Солсбери 3-го числа. Пробыли там, ровно, наверное, пытались погулять по городу, но так как был город весь, полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Да, нет ни одной фотографии, ни одно СМИ, ни один телеканал не показывает то, что в этот день, 3-го числа, в этом городе был коллапс, снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда. Мы вымокли все по колено. То есть вы полчаса погуляли, вымокли и дальше? Естественно, мы ехали, чтобы посетить Стоуэрхенш, Олдсарум, Собор Девы Марии. Но этого не получилось, потому что там была как-то по-русски жижа. Город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке мы уехали обратно. Город в полной жиже. Знаете, друзья, ну на самом деле это брать гусли и петь, конечно. Вы только один фрагмент дали, а там много фрагментов. Давайте дальше дадим. Нет-нет-нет, ну зачем? Все в общем понятно. Очень-очень забавное. Вот там вчера на всех эфирах, телевизионных обсуждалось, похожи ли они на офицеров ГРУ, я не знаю. У меня довольно мало знакомых, если есть среди офицеров ГРУ. Я не знаю, как они выгодят и как они собирают. Но у меня много знакомых среди любителей средневековой архитектуры. Потому что отделение искусствоведения было частью исторического факультета, на котором я обучался. Вот что они не похожи на любителей средневековой архитектуры, это я точно могу сказать. Вот на торговцев фитнес какой-то дрянью они похожи, это правда. Но вообще представьте себе ситуацию, этого нет в этом фрагменте. Один из них сказал, отвечая на вопрос Марго Симонян, а что вас туда понесло? Они говорят, давно хотели оторваться. Вот это их отрыв. Вот, с самого начала мы планируем приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Братуха, а давай с тобой оторвёмся. Поедем в Лондон и сразу в Сосбори и смотреть шпиль. Вы задаете 123 метра. Эдвард, я подряд туда ездил. Это 123 метра шпиль, ты представляешь, какое это будет? Он основой шпиль, как он шпилит. Это роскош. И все их ответы там замечательно. Вы сотрудники игру? Нет, мы не сотрудники игру. А вы? Нет, а вы. А вы, а вы, и мы, и я, и мы. Вот и поговорили. А вот средневековый, а вот готип, мы наслаждались английской готипой. Пламенеющей готипой. Пламенеющей готипой. Роскошь просто. То есть такое впечатление, что сейчас задай вопрос про роман или его Голдинга. Шпиль, посвященный как раз Солсберецкому собору. Я, кстати говоря, хочу сказать, что этот шпиль насмешил не только пользователей российской части интернета. А Дэвид Шнайдер, это английский режиссёр, у себя тоже в Твиттере написал. Но все же знают, что в Солсбери есть две достопримечательности. Шпиль и дверная ручка с перепалением. Да, разумеется. Там есть ещё один. Извините, это я не могу. Просто это роскошный совершенно момент, когда она их спрашивает про духи. Да, да, да. И спрашивает про духи, а там же всё время идут такие полунамёки. И в самом их поведении остаётся такой в качестве отходного манёвра. Это чистый отходный манёвр. Гейская тема. Гейская тема, потому что эти два мужика всё время едут вместе, как чуть ли не держась за ручку, всюду вместе, всюду вместе, и живут в одном номере. Там в этом захудалом ночлежке, где они поселились за 50 фунтов, значит, они живут в одном номере. И поэтому, с одной стороны, всё время остаётся, что они, наверное, может быть геи. А с другой стороны, они подчёркивают, что они не геи. Потому что, ну как? А посмотрите себе, это же тоже английская пресса на следующий день напечатает офицер игру гею. Ну, это надо. Это же не в Киеворота. И она их спрашивает, вы везли с собой духи Нина Ричи? На что они отвечают, зачем настоящим мужикам... Нормальным мужикам духи Нина Ричи, да? Зачем нормальным мужикам духи Нина Ричи? И после этого есть ещё один довод, Соксана говорит, там же таможня. В таможне бы увидели женские духи, спросили бы, зачем вам женские духи? Ты знаете, люди спрашивают, а вы везли с собой женские колготки? Зачем настоящим мужикам женские колготки? И потом на таможне бы спросили, зачем вам женские колготки? А то бы мы, конечно, везли. Коллеги, на пару минут перерыв. С приветом, Набутов. Приветик, ещё пять минут про Солсберийский... Солсберецкий. Солсберецкий, извините. В знаменитом городе Солсберецк. Я достаиваю. Британский автономный... О чём мы ещё? Что-то я взбился. Тут всё просто настолько не бьётся друг с другом. Мы разговаривали про духи Нина Ричи. Мы Нина Ричи, ладно, это всё как бы мелкие вещи. Нет, они все мелкие, но они очень характерные. И показательные. Знаете, я не могу не прочитать сообщение от нашего слушателя Олега из Тюмени, который пишет, я неправильно живу. Вот как нужно отрываться, зырить на шпиль 123 метра и часы, ни в чём себе не отказывать, полный разврат. Абсолютно, ребята, оторвались по полной просто. Причём два дня подряд приезжать туда, а полтора часа ехать от Лондона, чтобы провести первый раз там сколько они, полчаса провели, а второй раз час. Причём, заметьте, значит, их номер в отеле стоил, как я понимаю, 50 фунтов, а поездка полуторачасовая в Солсбери, каждая, стоила 150 фунтов. Да, это 23 нестыков. Там огромное количество нестыков. Про снег, на который они испугались. Масса фотографий от 3-го числа, когда они первый раз приехали в Яковск. Снег уже сошёл. Там было чуть-чуть снежка, они одеты в нормальные такие осенние плотные ботинки. Шторм снежный был накануне. Накануне, ничего нет. А к вечеру вообще была идеальная погода. Кроме того, их любовь к древности их занесла совершенно в другой край городка Солсбери. А, это немножко в стране. В противоположной отеле. Потому что с одной стороны там дорога ведёт, значит, к собору со шпилем. Да. И с часами. А в другую сторону там расположен домик-домик Скрипалей. И вот их судьба повела каким-то образом. Многие, значит, по этой грязи их повели в сторону домика Скрипалей. Ну, на мой взгляд, здесь всё абсолютно, конечно. Всё очевидно. Всё? Это лишь подтвердило то, в чём сомневались многие здесь. Говорят, ну, нет доказательств явных там его и там и сям. Но были сомнения. У меня мы не однократили. Ну, как бы, нет уверенности. Сейчас вот это лишь подтверждает английскую версию. Противоречия просто одно на одном. Другой вопрос. Она не доказывает, что они травили. Несомненно. Но мы про них ничего не узнали. Но мы про них ничего не узнали. Ведь вопрос же показать, что это люди вот обычные. Вот они ничего вообще. Их интервью абсолютно, конечно, свидетельствует о том, что они люди так или иначе фейковые. То есть, либо они вообще, в принципе, фейковые. Не те, за кого они себя выдают. Либо они врут относительно своей поездки в Лондон. Это очевидно совсем. Это не значит, что они травили. Но что они врут, это несомненно. Более того, ещё появилось, я говорю, вот уже конкретно разложено, что это вообще не те люди, которые на фотографии указаны у англичан. Ну, это я сказать не могу. Они похожи, но не они. Похожи, да, несомненно. Физиогномисты уже разложили просто там, ну, очевидные вещи. Всё, вплоть до излома ушей даже изучили. До формы ушей. В-пятых, что ещё важно, для любого человеку из телевидения, очевидно, очень низкие качества интервью от Марго Симоньян. Себя-то она как бы дистанцировала, это правда. Но она не задавала очевидных вопросов. Очевидных вопросов. Ну, скажем так, интервью было не жёсткое. Это так вот. Ну, это, вы знаете, очень мягко. Она не задавала очевидных вопросов по очевидным проблемным моментам этого как бы путешествия. Оправдывая это тем, что они просили их не гонять, потому что они очень напуганы. Кстати, о чём они напуганы? Они говорят, что мы боимся за свои жизни и за наших близких, мы боимся даже машину заправить. А чего они боятся? Они что, боятся, что их ликвидируют британские спецслужбы? На кой ни чёрт нужно ликвидировать их британскими спецслужбами? Британские спецслужбы их раскручивают, а не ликвидируют, как известно. Да, это... А ничего бояться-то? Вот господин Луговой, он, например, ничего не боится. Сидит себе в Государственной Думе Российской Федерации и не боится, и правильно делает, бояться ему нечего. А им чего бояться? Да, и последний момент. Тем более, если они ни при чём. Если они были бы при чём, если бы они были отравителями, тогда им есть чего бояться. И скорее не британских спецслужб, а наших. Тогда. А если они не отравители, если они простые, честные, или не совсем честные торговцы, значит, фитнес-едой, за кого они себя выдают, может быть, так оно и есть, я не знаю. Тогда им бояться совершенно нечего. Узнаваемости. Вот теперь она у них есть. А до того, как они пришли на телевидение, у них узнаваемости не было. Кто их там узнаёт на автозаправке? Что-то мне подсказывает, что мы сейчас эту тему продолжим у Никиты Небулицкого. Мы попросили Николая Карловича задержаться на 10 минут буквально в следующем часе. А тебя, Витенька, отпускаем. Николай Карлович, спасибо большое. К сожалению, я думаю, что в следующей пяте мы встречаемся. Да, встречаемся. Думаю, что она не получится такой фееричной, как эта. Ну, не каждый раз. Я вам предлагаю как-нибудь, давайте съездим вдвоём в Солсбери. Посмотрим на Аталью. У него шпиль... Троспилька из Крипаля. У него шпиль 123 метра, Виктор Павлович. Доброе утро. Это «Мужские игры» Никита Небулицкий, Дарья Гордеева. И, как традиционно по пятницам, у нас прям как из фильма «Борат». Там вот евреи гнали, а мы питерского едва-едва выгнали. Ну, сидит и сидит, 19 лет ужас какой-то. Николай Карлович, здрасте. Здрасте, меня вам выгнать не удалось. Не слава богу. Не, вы московский, вы не счетовый. Я московский. Да, мы не счетовый. А московский, кстати, у нас и не сидел никогда. То Днепропетровский, то Ставропольский, то Ульяновский. Сядем в селье. Ну, сядем-то мы точно все. Не беспокоимся на счёт. Да. Николай Карлович, вот я всё никак не могу успокоиться по интервью нашей дорогой Симоньян, Симоньян, с двумя чисто правильными пацанами в одинаковых свитерах и с намёком на странную ориентацию. Вы мне объясните, а нельзя было в одном помещении снять и тех, и других? В смысле? А в прямом смысле? Вот этот ролик, мой товарищ Раиса... Не-не-не-не, всё гораздо смешнее. Мой товарищ Раиса Ануфреев, который довольно известный, или вернее очень известный рекламный продюсер, скачал этот ролик с Ютьюба, загнал его на монтажный стол и очень внимательно его отсмотрел с точки зрения профессиональной. Пункт номер один. Два наши нетрадиционные чувака из то ли ГРУ, то ли СВР, то ли вообще непонятно откуда, и Маргарита Свет-Симоньян сняты в разных помещениях и разными камерами. Ну что, разными камерами это вполне может быть? Одна камера работала на ней, другая... Не-не-не-не, разными по типу камерами. Одни сняты профессиональной камерой, то есть девушка, и мужчины сняты непрофессиональной камерой. Это даже на ужатом ютьюбовском ролике профессионалу видно. Снято в разном помещении, стоит разный свет, а нельзя было их всё-таки как-то вот в одну кучу собрать? Ну, Никит, это вопрос не ко мне в любом случае, и не я эксперт, который это обнаружил, поэтому я здесь комментировать могу только то, что я видел. А видел я вот это вот интервью, которое, конечно, подлежит комментариям и уже подверглась комментариям очень многочисленным, в том числе только что у нас в эфире. Понимаете, я бы ещё не удивился, если бы они сделали это в виде Стёба. Ну, то есть типа, а нам всё равно, а нам всё равно, не боимся мы волку и сына. А вот здесь вот я поддержу, потому что на самом деле вариант Стёба, он мне тоже представляется реальным. Я вообще не исключаю, что это всё большой троллинг. Вот вы знаете, у меня такое впечатление... Не так, не согласен. А можно развить мысль? Значит, вот у меня такое впечатление, что в последнее время отношения между, уже, кстати, обобщая между нами и Объединённым Западом, таковы, что мы перешли на троллинг. Вот это всё троллинг. И то, что там, скажем, наш президент в разговоре с премьер-министром Японии Абе предложил резко сменить повестку там, это понимает, что нет ни одного шанса на то, что тот согласится. Потому что японцам совершенно пофигу мирные договоры, их интересуют острова. И на мой взгляд, это был просто вариант троллинга такого, своего, свойственного, на самом деле, нашему первому лицу. И это, по-моему, троллинг. Потому что вот эта пара гнедых, совершенно непонятных, мутных, то ли торговцы какой-то дрянью, то ли, значит, любители большие, как они себя выдают, значит, за таковых, любители большие средневековой архитектуры, при этом Солсберецкий собор, при этом живут вместе, но называют себя нормальными мужиками. Вот эта путаница, абсолютная эклектика, разговорная, ситуативная, вообще понятийная, какая угодно. Это все, на мой взгляд, просто троллинг. Это не рассчитано на то, что там Запад поверит, что они те, за кого они себя выдают. Это просто вот такой нос показываем. Вот мы просто показываем им нос таким образом. Мы над ними смеемся. Вот мне кажется, что это именно так. А мне кажется совершенно по-другому. Вы как-то, по-моему, переоцениваете нас. Нас, я имею в виду в широком таком, с большими кавычками смысле, потому что, если внимательно посмотреть, например, как два человека себя ведут, то совершенно явно видно, что, во-первых, они панически боятся. Любой человек, впервые оказавшийся перед камерой, или очень многие люди, они панически боятся. Я видел многих многозвездных генералов, которые, придя на телевидение, их прошибает пот, они не могут из себя двух слов выдавить. Только что рассказывали анекдоты, целовали ручки дамам, пили коньяк, просто рубахи. А тут камера включается, и они проглотили аршин. Это есть такой синдром. Да, я согласен. Но только дело в том, что людям, которые приходят и в кадре сидят, им обычно говорят, куда девать руки, как их показывать. Как только включается, все указания забываются немедленно. Согласен. Но, например, такая пикантная подробность. Если внимательно посмотреть на руки человека, который показывает руки, я вот их путаю, кто из них там Иванов, а кто Петров. Ну, это я тоже не помню, да. Да. Но вот тут у одного руки в кадре, а у другого под столом. Вот у того, у которого руки в кадре, на правой руке, на безымянный, по-моему, этот палец называется, который следующий за мизин. Да, безымянный. Вот на нем у него след от кольца. Ну, и что? Ничего, просто это человек женатый. Ну, а может, он был женатый? Может, он был женатый? Да нет, тогда след от кольца... Может, у него перстень? Может, у него перстень? Не-не-не, во-первых... А тот, кто держит руки под столом, просто более темпераментный. Ну, это черт его знает. Возможно, но, тем не менее, след от кольца достаточно быстро проходит. Мне вообще кажется, что все это слепили на скорую руку, потому что несколько растерянные, не понимают, как себя вести. Несомненно, это слепили на скорую руку, потому что было указание от президента накануне, прямое рекомендации, явиться. Вот они и явились. Наскоро, по всей видимости, посмотрели что-то про Салсберийский собор, выучили, значит, из путеводителей... Очень смешное название. Салсберийский выудили из путеводителя пару фраз про шпиль, про часы, про то, что там много туристов русскоязычных, кстати. Вот, получили, значит, выучили... И они очень боялись в эфире отойти от текста и что-то перепутать. Не потому что они идиоты. То есть, может, они идиоты. То есть, может, они идиоты. Но, скорее всего, они не идиоты, они просто на другую тему. Они не успели это выучить. Они оказались в абсолютно публичном пространстве, на которое совершенно никогда не рассчитывали ни профессионально, ни биографически, не были никак связаны с пабликом. А тут вдруг раз, знаете, здрасте. Лично приказал просто явиться и доложить. Поэтому, естественно, они волновались, они потели, они страдали, они смущались. Потели и пахли. Пахли. И они несли, и они несли вот эту вот, как бы это сказать, так сказать, билиберду. Вот, повторяю еще раз, даже не рассчитывая на то, что она вызовет доверие. То есть она вызовет доверие, и даже вызвала, наверное, у значительной части нашего внутреннего потребителя, которому, в общем, можно втюхать все, что угодно, но нормально. Что-то вот, такие бизнесмены, поехали посмотреть сам. И нормально. И Селсберецкий сойдет, и Шпиль сойдет, все сойдет. И то, что жили в одном номере из экономии, пусть, пускай. И вот это вот их такое отношение... Из экономии, нет. Смешанное. У них очень смешанное отношение к этой теме, на которую мы с вами намекаем. Вот контекстом, да? Вот смешанное отношение. Вот почему вместе? А вот мы... А вот с одной стороны, не суетесь в нашу личную жизнь, а с другой стороны, а мы нормальные мужики. Вот их колется, и их... С одной стороны, тянет в сторону, признает сказать, мы геи. И это был бы... Это был бы такой... Такой поворот сюжета. Все бы обсуждали, что они геи. Но нельзя, если они офицеры, им нельзя признаваться, что они геи, как бы, ну, это... Западло. Западло. Подождите. Потому что западло. Потому что западло. Потому что мы офицеры. Какие мы геи. Это они там геи, которые там в Солсбереже. А мы не геи, мы нормальные мужики. А что мы едем сюда, под ручку взявшись, это потому что по заданию. Слушайте, но под шумок всей этой истории, вот мы с вами... У нас буквально минута осталась, потому что вы сами просили, чтобы вас сильно не задерживали. Потому что я лекцию еду читать в университет. Драматическое событие не заметили. Товарищ Прилепина, разоружили батальон, арестовали начальника, а самого Прилепина в черный список, как сообщили, многочисленные, заметьте, донецкие, а не украинские. Ну, нормально. Властные порталы. Нормально, потому что... Как теперь парню-то нашему? Я не знаю, как парню, это вопрос к нему, но он персонаж яркий. Яркий. А там он, конечно, со всей своей тяжестью он вступил в местные разборки, а местные разборки, они имеют вполне, в том числе, наверняка я в этом уверен, материальный характер. И тут он, значит, откуда-то из Москвы приехал, батальон, комиссар, туда-сюда, его туда звали. Он там нужен. Нет. Там своих хватает. Ну, вот и пошел отсюда. То есть, нашу Донцову хулиганскую выгнали. Ну, да. Эх, досада-то какая. Ну, не будем вас больше задерживать, а то мы в прошлый раз вас... Да, напоследок хочу прочитать сообщение от Александра из Пензы. Здравствуйте. Представьте. Работали себе мужики спокойно. У них жены, дети есть. Спалились, и теперь начальство приказывает изображать из себя геев. Каково теперь мужикам? Не детей обнять. С женами теперь только как Штирлиц в кафе взглядами встречаться. Да, 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 да. По-моему, это очень образно. Как в том анекдоте про Летку Янку теперь. У каждого из них теперь есть нежный друг. Николай Карлович, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, до встречи. Ждем вас в следующую пятницу. Субтитры сделал DimaTorzok